Добрый вечер! Мы продолжаем обсуждение греческого языка Нового Завета. Наш сегодняшний урок посвящен страдательному залогу в аористе и будущем времени греческого языка. Он соответствует 24 главе учебники Маус. Мы с вами уже обсуждали страдательный залог при обсуждении настоящего времени и имперфекта, но не обсуждали страдательный залог для будущего времени и для аориста. Это связано с интересной особенностью греческой залоговой системы. В некоторых временах в греческом языке только две залоговые формы, в некоторых временах три залоговые формы. Так, в настоящем времени есть форма действительного залога, и есть еще одна форма, которая отвечает за описание достаточно широкого спектра залоговых значений, начиная от того, что называют средним залогом, когда подлежащее затронуто действием, как-то вовлечено в действие, заинтересовано в результат от действия, и заканчивая, собственно, страдательными значениями, когда подлежащее подвергается действию. То есть для всего этого спектра, от вовлеченности и заинтересованности, до, собственно, подвержения действия, в настоящем времени в имперфекте есть только одна залоговая форма. Иногда ее называют среднестрадательным залогом, иногда просто говорят, что формы среднего залога и формы страдательного залога в настоящем времени имперфекте совпадают. Но в оористе и в будущем времени есть три залоговые формы. Собственно, форма действительного залога, форма среднего залога, и отдельная форма страдательного залога, предназначенная для описания тех ситуаций, когда подлежащее подвергается действию. Ну, чтобы просто прочувствовать значимость страдательного залога для греческого языка, для изучения Нового Завета, давайте посмотрим на очень известный текст, Нагорная проповедь Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 5 глава. Она начинается с так называемых заповедей блаженств, и некоторые из них мы давайте с вами прочитаем. Итак, Евангелие от Матфея, 5 глава, например, 4 стих. Блаженны плачущие, потому что они будут утешены. Вот эта вот форма, параклэ тэ сонтай, это форма будущего времени страдательного залога. Тэ сонтай, такое характернейшее окончание для этой формы, то есть подразумевается, что некто утешит тех, которые сейчас плачут. Или, например, посмотрите, 6 стих. Блаженны, ну как голодающие, алчущие. Старо-русское слово алкать хорошо, звучит и даже привычно, но алкать в смысле испытывать голод. Испытывающие голод и жажду в отношении праведности, потому что они будут насыщены. И опять-таки, ухтас тэ сонтай, это форма страдательного залога будущего времени. 7 стих. Макайой хой элэ молнес, блаженны милостивые, хоти аутой элээ тэ сонтай, потому что они помилованы будут. Или 9 стих. Макайой хой эйрэна пой ой, хоти аутой, хрэйтэ ло, клэте сонтай. Блаженны миротворцы, потому что сынами Бога они будут названы. И вот это вот будут названы, будут помилованы, будут насыщены, будут утешены. Все это формы будущего времени страдательного залога. И все эти формы показывают, что некто произведет действия над теми, кто указан в качестве подлежащего, плачущими, голодающими и испытывающими жажду в отношении правды, милостивыми и миротворцами. В библейском контексте мы легко можем сказать, кто именно осуществит все эти действия. Это, конечно же, будут действия Божие. И вообще для библейского текста типично использование страдательного залога там, где речь идет о Боге. И новозаветные авторы, и предполагаемые первые читатели Нового Завета, они вполне в курсе существования и активной деятельности Бога, и когда стоят в глаголах страдательного залога в подобном контексте, вполне могут осознать, что это Божие действия. Так что вместо такого повторения «Бор сделает, Бор сделает, Бор сделает, Бор сделает», можно использовать ряд глаголов в страдательном залоге. Многие считают, что такое употребление связано с еврейской традицией, возникшей из заповеди не упоминать имя Божие в суе, избегать всяческого указания Бога и имени Божия там, где об этом можно сказать другим способом. И как раз страдательный залог – один из способов не называть действующее лицо, хотя очевидно, что действующее лицо Бог при этом предполагается. Есть разные причины, почему автор может использовать страдательный залог. Он может не называть действующее лицо, ну или, по крайней мере, как-то сфокусировать внимание не на действующем лице, а на чем-то другом, потому что действующее лицо и так понятно, или действующее лицо не хочется называть, или есть какое-то стандартное действующее лицо, просто тот, кто постоянно делает такие действия, или действующее лицо неизвестное и так далее. Есть много причин, почему фокус в речи перемещается с действующего лица на то, того, кто подвергается действию, ну или наоборот, нужно именно подчеркнуть, выставить на первый план того, кто подвергается действию. А страдательный залог, он не описывает иную ситуацию, чем можно было бы описать действительным залогом, он просто смещает фокус в описании этой ситуации. Мы с вами посмотрели несколько примеров текстов, где не названо действующее лицо, но действующее лицо в предложении, конечно же, может быть и указано. Ну, давайте вот, например, Марка, первая глава, девятый стих, «Кай эгената эн экенэстаэс хэмерээс» и «Случилось в те дни», «Элтен Иисус апа Назаретен Галилайэс» «Пришел Иисус из Назарета Галилейства» «Кай эбаптисте эйстон эрданен хупо иану» «И был крещен в Иордане Иоанном». Эбаптисте – это форма аориса страдательного залога от баптиза глагола, и хупо ианно – это агентивное дополнение, то есть выражение, указывающее, кто именно осуществил действие при глаголе страдательном залоге. «Был крещен» и «Иоанном». Ну, «был крещен», можно было бы сказать, то есть указание действующего лица при страдательном залоге не обязательно, но вполне возможно. Ну, или давайте, так, чтобы было страдательным залогом будущего времени, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. Второй половинной стиха прочитаем. «Ходэ агапонме, агапэтэсэтай хупо тупатросмо, кого эгапэсо ауту» и так далее. «Любящий же меня будет возлюблен отцом моим». «Эгапэтэсэтай» — это форма страдательного залога будущего времени. И хупо тупатрос — указание действующего лица будет возлюблен отцом. Ну, и в том, и в другом случае действующее лицо указывается с помощью предлога хупо с родительным падежом. Ну, это стандартно приводимое творительным падежом на русский язык конструкции. Так что с указанием для действующего лица, без указания для действующего лица. Но страдательный залог описывает подлежащее, подвергающееся действию. И это, конечно, очень важный элемент в языке, позволяющий говорящему фокусировать внимание либо на том, кто делал действие, действительный залог, либо на том, кто подвергнул действию, страдательный залог. Как же формы страдательного залога, аориста и будущего времени выглядят в греческом языке? Ну, общая схема для аориста приведена в параграфе 24.4, 24.5. Дана парадигма для этой схемы. Выглядит схема так. Приращение, ну, в аористе и вообще в прошедших временах переращение, да, очень типично. И приращение следует обычным правилам. Дальше. Основа аориста страдательного залога. Вот здесь будьте внимательны. Формы действительного залога и формы среднего залога образовывались от основы аориста действительного залога. А основы, а формы страдательного залога образуются от основы аориста страдательного залога. И эти две основы в аористе могут не совпадать. Ну, некоторые глаголы совпадают, но эти две основы могут не совпадать. То есть, у аориста есть две разных основы, от которых образуются разные залоговые формы. Следующий элемент. Образующее времени для страдательного залога Ореста, образующее времени Т. И вторичное личное окончание действительного залога. Опять будьте внимательны, окончание точно такое же, как в действительном залоге. На самом деле страдательность передается не с помощью окончания в данном случае, а с помощью образующей времени. Окончание в действительном и страдательном залоге одинаковое, образующее время не разное. В действительном залоге, образующее время не са, в страдательном залоге, образующее время не те. Ну, если мы имеем дело со вторым оорестом, то в действительном залоге нет образующей времени оореста, просто к измененной основе прибавляется соединительная гласность с личным окончанием. что происходит у второго ориста в страдательном залоге, обсудим чуть позже. Итак, превращение, основа страдательного залога, t плюс лиричное окончание действительного залога. Ну и что из этого получается? Посмотрите в парадигме для любимого нами глагола В общем, все формы ожидаемые, за исключением некоторой странности в третьем лице множественном числе, где вместо элутен, как бы мы ожидали, появляется элутесан. Ну, вот эта вот сан не должна нас удивлять, мы ее видели в прошедшем времени глагола ими. Мы ее с вами видели в аоресте глагола геноско, который образует так называемый корневой аорист, где сразу к корню добавляются личные окончания, и там тоже в третьем лице множественном числе было эгносан. Ну, мы сан вот это вот там знакомо по третьему лицу множественного числа действительного залога первого аориста. Ну, и вот, наконец, вот эта вот сан еще и здесь появилась. Ну, вот так уж сложилось в языке. Но в этом есть и определенный плюс, потому что вы никогда в аоресте страдательного залога не перепутаете первое лицо единственное число и третье лицо множественного числа. Так что запомните эту особенность. Но остальные окончания вам уже должны быть более-менее знакомы, плюс очень хорошо видный суффикс «т». Вот это «тен», «тест», «темен», «тт», «тесан». Очень хорошо видны, заметны окончания. И, как правило, формы аориста страдательного залога легко, а может быть, даже легче всего узнать в тексте Нового Завета. Ну, может быть, одно небольшое замечание, тут все-таки нужно сделать. Иногда с формами аориста страдательного залога можно перепутать глаголы, у которых в основе есть «т». Ну, помните, например, такой есть глагол «акалутело». Когда «акалутело» встречается в аоресте действительного залога, то он имеет форму «экалутеса». И вот это вот «т» чем-то напоминает страдательный залог аориста. Ну, вообще-то «акалутеса», такой формы, как вы понимаете, в страдательном залоге аориста нет. Но вот в этом моменте кажется, что вот это вот «т», она так сразу бросается в глаза, как признак страдательного залога. И вот с такими глаголами можно ошибиться, но если вы хорошо знаете форму, то вы не ошибетесь и разберетесь. Так что превращение, соответствующая основа, суффикс «т» и вторичное окончание действительного залога, но в третьем лице, в множественном числе, окончание «сам». Это так называемый первый аорист страдательного залога. В Новом Завете также есть несколько, совсем немного глаголов, образующие форму второго аориста страдательного залога. Чем первый аорист отличается от второго аориста? Во втором аористе в качестве образующей времени используется не «т», а просто «это». Кстати, тут уже маленькое попутное замечание. Даже те глаголы, которые в действительном залоге образуют форму второго аориста, зачастую в страдательном залоге, все-таки имеют суффикс «т», имеют форму первого аориста. Но есть несколько глаголов, у которых все-таки форму второго аориста, то есть вот второй аорист в действительном залоге и второй аорист в страдательном залоге не коррелируют друг с другом. То есть может быть глагол со вторым аористом в действительном залоге и с первым аористом в страдательном залоге. Или глагол с первым аористом в действительном залоге и вторым аористом в страдательном залоге. То есть просто второй аорист – это второй способ образования формы страдательного залога. Это как-то так надо отдельно заучивать от первого и второго ориста действительного залога. Ну так вот, в страдательном залоге тоже есть специальная форма второго ориста, так называемая форма второго ориста, у которой суффикс не «т», а «э». Данные глаголы распознавать чуть-чуть посложнее, потому что «т» всегда сразу бросается в глаза, а «э» не всегда разглядите, и этому форму можно принять за что-то другое. Поэтому вот как-то отметьте такие глаголы для себя, и будьте в отношении них особо внимательны. Самый распространенный глагол, образующий второй ориста в страдательном залоге, это глагол «графо». И имеет он формы «э», «графен», «эграфес», «эграфэ», «эграфэмен», «эграфэте», «эграфэса». Форма очень похожа на формы имперфекта, но вот это «э», 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 «э» – хороший признак того, что вы имеете дело не с имперфектом, а со вторым ористом в страдательном залоге. Ну, в имперфекте там действительно залога, на которые формы похожи, там были бы нормальные соединительные гласные, и было бы «он, э, с, э», «он, э, де, он». Так что при внимательном взгляде на окончание, при хорошем знании окончаний вы эти формы все-таки сможете распознать. Итак, у нас есть формы первого ориста страдательного залога и их большее количество. И есть совсем немного глаголов со вторым ористом страдательного залога. Здесь нужно больше внимания, но все-таки вот это «э» можно разглядеть и форму узнать. Какие еще проблемы создает нам орист страдательного залога? Проблемы эти немного похожи на проблемы, связанные с сигматическим ористом или с будущим временем. Это влияние, образующее времени на последнюю согласную корню, если согласный является взрывной. А вы помните уже квадрат взрывных согласных и что случается, если к взрывной согласной добавляется сигма? Вот теперь нам нужно посмотреть на квадрат взрывных согласных и узнать, что случается, если к взрывной согласной добавляется «т». «Т» это придыхательный звук и при добавлении придыхательного «т» к взрывной согласной в соответствующем наборе согласная переходит в придыхательную форму. При добавлении к зубным «бпф» все взрывные согласные губные превращаются в «ф», ну, такую придыхательную. Что касается заднеязычных «гкх», то заднеязычные превращаются в соответствующую глухую «х». Ну и что касается зубных, а у нас «ц» зубная, да, то зубные, может быть, немного неожиданным образом превращаются в сигму. Ну, в общем, вот это вот превращение стоит запомнить, может быть, сигма, оно самое сложное, ну и вообще вот этот квадрат взрывных согласно плюс «т», вот этот результат стоит запомнить, и тогда формы аориста, страдательного залога вообще не будут представлять для вас проблему. Ну, посмотрите, например, у вас в параграфе 24.10 есть несколько глаголов, где происходит вот такое вот изменение. Например, для глагола «блэпо» аорист страдательного залога «э» превращение «блэфтэн». Ну, не «эблэптэн», а «п» превращается в придыхательную «ф», поэтому «эблэфтэн». Для глагола «амбану», у которого в аористе корень «лэмб», получается форма «элэмфтэн». Для глагола «диоко» получается «эдиохтэн». Для глагола «аго» получается «эхтэн». Ну, с аго, конечно, может возникнуть сложность, потому что было аго, а осталось рт, да. Альфа из-за превращения превратилась в эту, а гамма из-за влияния придыхательной ц превратилась в придыхательную гэ, и аго превратилась в рт. Ну, здесь либо надо хорошо запомнить процессы, которые происходят, либо просто, может быть, как-то отдельно эту форму заучить. Мы увидели в тексте «эхтэн», что вы можете предположить в данном случае. Вот, увидели «эхтэн», да, вот понимаете по «тэн», что это аорис страдательного залога, но не очень можете сообразить, от какого глагола можно попытаться как бы открутить процесс назад. То есть «э» может быть результатом удлинения либо альфы, либо «это», «хэ» может быть результатом взаимодействия либо «к», либо «г», либо «хэ». Поэтому эхэ, ээхо, да, ну там вот другой, конечно, корень, ээээ, ээ, ко, эго, а, ко, а, ко, а, го, а, го. Дальше примеры, эбаптистен, баптид корень, дт дает с, эбаптистен, и от пейта эпейстен, опять же, тт дает ст, эпейтен. Если вы вот этот эффект превращения в сигнал запомните, то данный глагол, ну да, хоть он чуть-чуть изменился, данный глагол вы все-таки узнаете. Конечно, вот такие изменения не очень нас радуют и воодушевляют, хотелось бы, чтобы никаких изменений не было, но они достаточно регулярны, достаточно видимы и узнаваемы, и главное, есть суффикс «т», вы сразу понимаете, а, да, это аористрадательного залога, и дальше уже как-то полегче разбираться в ситуации. Вот, собственно, и все, что нужно знать, чтобы иметь дело с аористром страдательного залога в греческом языке. Прирощение, основа соответствующая, плюс «т», которая может повлиять на последнюю согласную основу, если она взрывная, и плюс первичное окончание действительного залога. Ну, а во втором аористре плюс «э», ну и они на что не влияют, просто добавляются, ну и плюс соответствующее окончание. Спасибо. Спасибо.